Мама. Мама. Круто. Давай я попробую. Ну я так подбольчениваться не буду, я выйду. Слушай, по-бойму у меня не получается. Не, ну почему? Получается? Получается, но получается с трудом. Мама дорогая. Ух, вот это да. А вы знаете, вторая рука сама сюда встает. Я все-таки был не прав. Я все-таки был не прав. Что нам дает это упражнение для армрестлинга? Работают пальчики, работает кисть. У меня предплечье, вот почувствовалось. Да, предплечье. Вот, то есть вот это вот движение, которое очень важно. Но мы до конца опять, опять обращаем внимание, что локоть никогда не отдается. Ну, смысл отдавать локоть, например, просто в большинстве. Не привыкайте, не привыкайте проигрывать. Глупостям, не привыкайте глупостям. Ручки надо беречь, правильно? Обязательно. В армрестлинге руки это ваш хлеб. И об этом наш следующий сюжет. Рядом с его огромной пятерней любая рука покажется по-детски маленькой. Даже накаченные кисти профессионального армрестлера, многократного чемпиона России, мира и Европы Арсена Лилиева, становятся незаметными в захвате Алана Караева. В прошлом самый непобедимый рукоборец планеты, на протяжении 9 лет Алана Караева не мог побороть вообще никто, в свой родной зал приходит часто. Ему нравится, что вот уже 18 лет здесь все остается по-прежнему. Меняются лишь лица юных спортсменов. Здесь Аланы сам тренировался с 17 лет. На этих снарядах он набирал форму и готовился к каждой из своих титульных схваток. Мне очень нравится находиться в спортзале, даже когда не тренируюсь, прихожу сюда, просто нахожусь вот в этом мире. Зеваки тоже до сих пор приходят сюда, чтобы своими глазами вновь увидеть невероятного атлета, а потом долго спорить о том, какого же все-таки роста Алана Караев. Конечно же, я не такой, как все, кто меня видит первый раз в жизни. Их, конечно же, очень шокируют мои размеры, знаете, там. Приезжаешь в какой-нибудь город и всего, какой огромный. Его нога 52-го размера, одежда 74-го. Алана Караев точно не такой, как все. В родном Владикавказе двухметровый богатырь может купить только носки. Все остальное по заказу у Портнова. И то поначалу не каждый брался. Алана признается, что богатырские параметры унаследовал от своего деда Макара. Он был довольно-таки крупный тоже, высокий, за метр девяносто. И, как мне говорят родные, я весь в него. Семикратный чемпион мира на правую и левую руку. Многократный чемпион Европы. Официально первый номер сборной России по армрестлингу в тяжелом весе. Все эти титулы Алана Караев завоевал без особого труда. Он признается, что всегда к своим победам относился очень легко. Конечно, это чувство очень такое, знаете, ты вот к чему стремился и шел, ты достиг этого. Это очень, конечно, приятно. Сегодня благодаря этому человеку Россию можно смело считать и сумаистской державой. На сегодняшний день Алан Караев – один из известнейших суматорий в мире. Ну, как бы я долго не соглашался, думал, ну, где сумок, где армрестлинг, куда. Трехкратный чемпион мира в этом экзотическом виде единоборств. Караев хоть и поменял вид спорта, но не изменил своим чемпионским привычкам добиваться своего. А ведь именно армрестлинг помог выработать Караеву свой фирменный стиль. За счет рук поднимал соперников и выносил за ковер. На родине суму Караев – суперзвезда. Еще бы такого тяжелого суматория, как он, и сыскать во всем мире. Неудивительно, что подобрать Караева соперника бывает очень сложно. И не только по весу. В любительском сумо уже все наслышано о том, что российский гигант прекрасно владеет своим телом. А его руки – беспощадно, словно ковши бульдозера. Евгений Алиярник, Алан Маргоев, Александр Кундухов. Все включено. Владикавказ. Вот он, момент истины. Я специально не стал приносить в зал профессиональный стол для армрестлинга. По какой причине? Скорее всего, этот стол вы можете найти только на соревнованиях или где-нибудь в специализированном зале. А противника вы можете встретить везде. У друзей в гостях, не у друзей в гостях, в ресторане, в баре. Так что готовимся в военно-полевых условиях. Итак, поехали. С чего мы начинаем? Правильные постановки за стол. Поставили. Меня ставят за стол. Отлично. Так. Плечи параллельно столу. Так. Локоть. Правильно. Чтобы середина все-таки находилась посередине. Так. А захват как держать? За что? Кисточка должна быть прямая. Прямая, да? Да, прямо все. То есть не вот так? Нет, не закручиваем. А вторая рука где? Где вам удобнее? Вообще на рычаге за столом. Ну, тут вот так можно держаться. Как удобнее? Как вам будет удобнее? Хорошо. А взгляд где должен быть? Ну, если хотите проиграть, то не там. Если не хотите проиграть, то не там. Взгляд не там. Все. Меня скоро выгонят из дома с этой передачей. Хорошо. Взгляд не там. И что? Вот по команде мы начинаем балансировать. По команде рейди-гоу. Рейди-стеди-гоу. Ну, давай попробуем. Рейди-гоу. Ну, гоу. Вы проспали? Я выиграла. Что было не так? Ну, в принципе, все. Все было не так, да? Все было не так. С чего? Что надо делать? Прямая кисть? Возьмите, да. Так. Натяните. Чуть-чуть. Нет. На себя. На себя. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Я показывала. Почему мы вот угол нигде стараемся не терять? Вот натяните. То есть натяжение там, да? Да. У вас должно быть натяжение в руке. Теперь закручивайте кисть. Все, да? Да. Закручивайте, закручивайте. Так. И туда. И в плечо. И сюда тяну, да? Да. Ну, это движение в туловище. Не просто рука. Нужно в туловище. Конечно. Нужно в туловище. Так, девочки, перерыв. Давайте поработаем над левой рукой. Так, а с левой рукой есть какие-то нюансы или все то же самое? Все то же самое. Господи, дайте я как-то присяду. Только у кого-то она слабее, у кого-то сильнее. Да? Вот так. То есть все то же самое. Кисть прямая, да? Да, кисть прямая. Плечи. Плечи. Потом подкручиваю. Давайте, дай команду, я попробую. Реди. Гоу. И тянуть сюда, да? Да. Но все это должно все-таки одновременно и с туловищем. Вот так. Вот так, да? Ну, геройство небольшое. Слушай, я ее не укладываю. Все, все, все. Давай так, давай будет ничья. Слушай, ну ведь профессиональный спорт же занимает столько времени. Когда время на семью, вот на себя остается вообще? Я пока, на самом деле, не замужем. Поэтому времени у меня достаточно на это. Внимание, мужчины. Объявляем конкурс на замещение лучшей мужской роли в жизни. Иры, да, Ир? Письма пишите мне на Россию-2 до востребования Бадюку. Я передам обязательно, честно. Все до единого. Ну что, давай еще разочек пройдемся. По команде. Реди. Гоу. И все-таки с туловищем. Победил. Я ее победил. Ладно, я пока еще тут с девочками поборюсь. А вы смотрите наш следующий сюжет. У нас в гостях русский халк Цыпленков. Абсолютный чемпион России и чемпион мира по армрестлингу среди профессионалов. Обладатель титула «Самый большой бицепс России», а это ни много ни мало 60 сантиметров, охотно раскрывает свои секреты и доказывает, достичь такой, казалось бы, сверхчеловеческой физической силы сможет каждый. Нету слова «не получается». То есть на сегодняшний день куча спортсменов, друзей, у которых все получается. Поэтому, когда мне говорят, то есть это своего рода неудачник, то есть лентяй, лоботряс, то есть с ними дел иметь не хочется. Итак, вы все же справились с собственной ленью и пришли в зал, чтобы сделать руки сильными. На сегодняшний день существует множество упражнений, которые смогут вам в этом помочь. Чем полезна именно эта ручка? То есть я заворачиваю, этим самым делаю нагрузку на краешки пальцев. То есть натягиваю и начинаю закручивать кисть. То есть когда вес большой, пальчики не выдерживают, ручка раскручивается. То есть это уже ты, считай, проиграл. То есть ты не должен дать возможность это сделать ни сопернику, ни этой ручке. Это упражнение будет эффективным для представителей любого вида спорта. Желающих прокачать кисть и пальцы рук, уверен Цыпленков. Особенно, если рядом не оказалось спарринг-партнера. Следующее упражнение, значит, в принципе, имитируем, якобы мы проиграем старт. И пытаемся вытянуть уже с проигрышного положения наверх. В этом упражнении Денис увеличивал вес снаряда до 100 килограммов. Денис Цыпленков утверждает, один из секретов успеха – спешить медленно. Результат в армрестлинге приходит не сразу. И главное – не травмироваться раньше времени. Я борюсь здесь, в зале, с железом. То есть, опять же, за столом, но с железом. То есть, у меня сейчас данный соперник – это отягощение. То есть, когда у меня там на блинчик стало побольше, неприятно. Я победил, я перешел на следующий уровень. Шаг за шагом, от килограмма к килограмму. Главное – никогда не останавливаться на достигнутом и стараться сегодня сделать больше, чем вчера, советует Цыпленков. Значит, следующее упражнение. Я уже неоднократно показывал, как я делаю кисть. То есть, все довольно-таки просто. Перевез обычный гриф. Если там в зале вообще ничего нет, тренажера, антели. Мы упираем в любой уголок, чтобы гриф не двигался. Вешаем блинчик. То есть, я всегда качал кисть, но и так же я делаю кисть вместо бицепса. То есть, выглядит это таким вот образом. Значит, заворачивается кисть и тут же продолжение бицепса. Только ощутив в своих руках всю тяжесть железа и проявив терпение и упорство, вы сможете обрести силу. Ведь борьба начинается уже в зале. Несмотря на огромное количество побед и титулов, Денис Цыпленков продолжает тренироваться. В марте состоится чемпионат России по армрестлингу. А далее турнир А1, где он снова намерен доказать, что по праву носит титул одного из самых сильных людей России. Юлия Аполлонова, Юрий Гарин. Все включено. Девочки, армрестлинг армрестлингом. С руками у вас все в порядке, со спинками, подтягивания, подъем на бицепс, отличное упражнение. А что вы делаете еще, помимо этих упражнений, чтобы, ну, держаться в форме? Вот. Два классических упражнения. Становое и присед. И больше ничего? И больше ничего. Ну, кто нам покажет становое? Давайте я покажу. Ну, давай, я не против. Давайте. Так. Значит, ручки параллельно ногам. Громче. Спинка прямая. Спинка прямая. Как вы видите. Да. Ножки чуть-чуть согнуты в коленках. Так. Наклоняемся вниз. Попу назад оттопыриваем. Плечики прямые. Что оттопыриваем? Ягодицы. Ага. Главное, чтобы плечи были прямые. И спина тоже. А с весом ты как? Сколько вес для девочки? Ты сколько берешь, когда делаешь? Ну, здесь вот небольшой вес, но можно еще... Ну, я приличный вес поднимаю. Приличный это сколько? Ну, килограмм пятьдесят. Мужчины, внимание. Конкурс продолжается в замещении. Мы ищем жениха нашей спортсменки. Так. И сколько повторений, сколько серий, сколько повторений? Ну, с таким весом можно и двадцать повторений, а так раз пятнадцать. То есть, чем меньше вес, тем больше повторений? Всего лишь три подхода. Больше трех не делаешь? Нет, больше трех я не делаю. А спинка не болит? Нет, не болит, потому что я ее прямо держу. А поясом не надо пользоваться? Ну, я не пользуюсь. И я с тобой солидарен. Молодец. Покажи еще пару раз для наших операторов, чтобы они все это красиво сняли. Крупные планы, парни. Десятикратная чемпионка мира по армрестлингу показывает вам, как правильно делать становую тягу, для того, чтобы не только руки были в порядке, но и все остальное тело. Чудесно. Мне очень понравилось. Так. Осторожно. Переходи ко мне. Вставай поближе. Могу я попросить... Штангечку? Маленькую, аккуратненькую, да. Так. Аккуратно. Вставай как-то, чтобы тебе было хорошо. Есть такое выражение. Хочешь накачать бицепс? Научись правильно приседать. О как. Поэтому базовое упражнение приседа никто не отменял. Я, извиняюсь, хотел задать еще один вопрос, но я не задам, промолчу. Так. Это все от приседаний, я правильно понял? И от них тоже. Девочки, запомните. Поэтому у нас что? У нас ноги параллельно полу. Главное, чтобы колени не выезжали за мыски. То есть и присед идет до угла 90 градусов. Лопатки сведены, руки на грифе. И у нас идет глубокий присед. Не в пол, но не в пол. Нет. У нас не должны наклоняться колени. Они не должны выезжать за мыски. То есть классика исполнения идет колени над мысками. И угол 90 градусов присед. Слушайте, но оба упражнения крайне травмоопасны, если их делать неправильно. Вы травмы получали при их выполнении? При них нет. При них нет? Только когда боролись на руках, да? К сожалению, я да. И тяжелые травмы?